Всем здорова! Машина новая, ну как новая, не совсем новая, конечно же, но у меня на первый раз. Вот так вот вам покажу. Ну поняли, да? Четыре колечка, вся фигня. Четыре колечка? Раз, А8, нет, как она там, да неважно, А8, 2004 или 2005 года. Приехала машина на замену линз, потому что старые линзы, родные, оригинальные, померли от слова совсем. Надо будет поскидывать бампер и снять фары. Вот, и также клиент хочет поменять решетку. Эту пластику поменять на какую-то металлическую, не знаю какую. Ну и естественно тут. Квадратто, 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 все нормально, то есть линзы фара Vita, да, такие печальные уставки. Ну, надо снять фару, вынуть линзу, поставить новую линзу и будет счастье. Вот так. Так, ну что, хочу показать, как снимается бампер на Audi. Короче, ну, в интернете, я думаю, там три миллиона статей есть на эту тему. Да и, наверное, видосы есть, фиг вы знает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь тораксов. Двадцать пять тораксов, двадцать пятых и один тридцатый. Ну и два тридцатых точнее. Открутили. Это мы с вами открутили верхний фартук, ну, скажем так, фартук, да, то есть, ну, радиаторную решетку. И то она не снимается таким способом, не надейтесь на это. Дальше нам нужно с вами снять колесо. Чтобы открутить подкрылок, нужно открутить два вот так вот самореза здесь обычно и еще один саморез вот здесь вот внизу. Ну, как бы там пистон должен быть, но здесь уже давно пистонов нет никаких, потому что все три миллиона раз разбиралась. Вот. Дальше нам нужно открутить с вами. Я вам попробую показать. Вон, видите, дырочку? Вот, видите, раз дырочка, потом где-то, короче, вон там, вон она, вон она. Вон там еще одна, короче, два дырочка. Вот так она вот сидит. Вон она дырочка, видите? Там три вот таких шпильки, которые держат край ваппера. Это основное его крепление, после чего можно будет стянуть в сторону. Здесь стянуть в сторону, поставить колесо и перейдем на эту сторону. Здесь то же самое, то есть изначально выглядит все вот так вот. Так, я их снял обе. Самое сложное было в этих фарах, это снять фишки. Фишки как? Сейчас покажу. Вот она фишка. Это фишка на фару. Она имеет вот такую вот конструкцию. Видите, да? Как бы вот эта вот кнопка, вот она. Как на нее надо нажимать? Берем плоский инструмент, отвертку, вставляем вот так вот и нажимаем. Что у нас происходит с вами там внутри? Понимаете, да? Так, ну вот она отжата, да? И вот так вот мы ее отгибаем. То есть, если у вас не сломана вот эта вот часть, то вам повезло. У меня была сломана вот эта вот часть. Вот так вот окошко. Я еле-еле. Мне пришлось. Вот так вот она, если была раскурочена, я тут ее пытался курочь, курочь, то курочь было нечего. Думаю, как же так-то? Где эта кнопка-то? Как же ничего не нажимается? Пришлось вот отцепить вот здесь вот разъем. Вот эту вот фишечку саму. Она там вот из-под подкрылка я подлез, отцепил. Провод стал длинным внезапно, подлиннее. И я уже перевернул фару и отцепил ее. На самой фаре вот такая вот пимка. Ничего особенного, в принципе, ничего сложного, но геморро. Так, предлагаю оценить общий вид, так сказать, состояние фар. Смотрите, вот ваша полировка. Все полируют фары? Полируйте фары дальше, конечно, да. Вот видите, вот по сейфу полировали, прямо на машине. А вот если бы не полировали, то, возможно, фары были бы, ну, немножечко мутнее, чем эти, но не такие вот. Потому что вот через это вот реально ничего не видно. Вот здесь просто спилен вообще защитный слой, его здесь нет, потому что я вот рукой ощущаю здесь очень четкую граничку. Вот, и, ну, тут хана тут надо заваливать под лак. Итак, фара у нас имеет блок ксенона и блок адаптивного света. Так, ну что, продолжаем наше путешествие. Собственно говоря, я отстегнул блок розжига. Что, пинов там, пинов там в нем. Зачем? Непонятно. На блок розжига, я считаю, должно переходить два провода и уходить два провода. Все, на этом все заканчивается. Поскольку, блин, ну, на него приходит хера ватонна, этот блок розжига. Может, конечно же, он еще что-то там корректирует. Фиг узнает. Ну, лажь какая-то. И вот. А это, может быть, это блок розжига. Я не знаю, кто из них блок розжига. Напишите в комментариях, кто из них блок розжига. Вот то или вот это. Или может вот это. Уже отстегнул, так сказать, провода. Я отстегнул вот это вот крепление лампочки. Давайте снимем лампочку, вынем, посмотрим, что здесь стоит. У нас здесь стоит Уолсером Д2С. Ну, лампочки скоро придет хана от слова совсем. Потому что уже ядро, ну, так сказать, вот эта вот капсула, которая внутри круглая, она стала белая. Должна быть прозрачная. Ну, ладно, не суть. В принципе, вот наша линза. Надо ее достать отсюда и посмотреть, подойдет ли к ней заменитель. Итак, я достал линзу из фары. Мешает доставать линзу бленда, которая стоит вот за вот этой вот черной рамкой. Вот здесь вот есть черная рамка. Вот она, черная рамка. Она мешает доставать. Ну, а, короче, бленда цепляется за эту рамку и линза не вынимается. Бленду надо снять, отогнуть защелки. Они, скорее всего, у вас сломаются, как вот здесь вот. Вот, видите. Вот она вот сломалась, короче. Ну, и хер бы с ней. И все. Линза у нас с вами стоит вот так. Правильно? Вот так вот, вот так. Линза будет стоять вот так. Сейчас фара лежит вверх ногами. То есть она сейчас лежит, то есть вверх у него здесь вот. Фара у нас, линза у нас с вами почти вытащилась. Только мешает вот эта сторона и вот этот уголок. Сначала отверткой берем, поддеваем уголок. Вот здесь вот есть у меня даже следы остались немножечко. Чуть-чуть на фарке. Но эти фигня феном погреем, все расправится. Отгибаем пластик, какая-то верхушка ВК выскакивает. Потом отгибаем вот этот вот край. Здесь вот видите, вот тоже вот, да. Здесь вот край тоже отгибаем отверткой. И выскакивает вот эта вот нижняя часть. Гнется вот эта вот часть чуть-чуть. Но это все ерунда. Сама линза. Сама линза. Как мы с вами можем видеть, линза очень-очень грязная. Вот такая вот приблизительно, да. И естественно сам отражатель это вообще отдельная песня. То есть там вот очень все грязно. Но он весь выгорел. Он весь матовый отражатель. То есть он мертвый. Линзи хана. Вот там. А теперь нужно помыть фару изнутри. Поставить линзу опять. Линзу буду ставить без маски. Может быть конечно же и с маской. Вот три клипса отломались, видите, да. Раз, два, три. Да я рукожоп. Что поделаешь. Народ везде пишет, на всех форумах. И ну то есть все ставят без масок. В принципе, говорят ничего так получается. Ну как бы конечно же хотелось бы с маской поставить. Ну посмотрим. Ну на самом деле, ну типа даже похоже. Только вот этой вот фигни нет. Хотя как она работает, я не понимаю. Вот эта вот адаптивная шторка вот эта вот дополнительная. Чем она здесь переводится в движение? По-моему ничем. Вот Китай даже чуть-чуть тяжелее. Чем Bosch. Но Bosch с круговыми насечками на линзе. А Китай без них. Ну это просто такой Китай. В принципе можно найти Китай и с круговыми насечками на линзе. Обзор этих линз вы сможете посмотреть по ссылочке. Где-то наверно там, или там, или там, или там. Где-то, где-то короче. Либо в описании будет тупо короче. Ссылка на обзор этих линз. Ну и шторку сверху засвет. Где она эта шторка? От засветов. Вот она шторка от засветов. Вот эта вот шторка от верхнего засвета. Она ставится вот так вот. Она совпадает по дыркам. Я ее ставить тоже естественно не буду. Потому что шла бы оно все нафиг. Вот так вот я вам скажу. Ну ее туда, да. Так. Теперь как оно сюда залазит. Поехали. Ну вот так вот получилось. Они чуть-чуть сидят поглубже, чем оригинальные линзы. Но на скорость звук не влияет. Фары не полировались. Ну и в принципе получилось вот так вот. Все поставил, все собрал. Все в принципе встало. Ну геморройная, мелочная. Вот эта вот мелкая работа. Блин. Изнутри стекла помыл. Вот. Как помылись. Тут уже ничего не поделаешь. Увы, к сожалению. Они стекла такие. Они хотят моется хорошо. Хотят моется не очень. Тут как повезет. В зависимости от степени запущенности. Вот. Собрал все. Бампер прикрутил. Подкрылки поставил на месте. Все закрутил. Снизу клипс нету. Пяти там. Или сколько там. Их шесть штук должно быть. Их нету. Решетку поставил. Новую. Как просил клиент. То есть он привез мне решетку. Я-то понимаю, что это старая решетка. Скорее всего. Вот. Она лежала в багажнике. Я поставил ее. Вон новая лежит. Ну то есть которая здесь стояла. Вот она чуть-чуть побитая такая. Короче отдам ее владельца. Естественно. Вот. В принципе все. Можно завести конечно же. Посмотреть как она светит. Но здесь такой свет. Что блин. Хотя можно конечно же попробовать. Вот так вот. Оп. Эй. Пошло. Ну вот в принципе. Получилось. Ну. Не могу сказать, что это прям фонтан-фонтан. Вот. Лампочки дрожат. Это не потому что я собрал их фигово. Потому что лампочкам хана. Газоразрядная колба. Ну которая шарик там. Он белый-белый-белый. То есть ему осталось жить там. То есть ему осталось жить там. Очень. Очень мало. Поэтому тут ну как ни крути. Надо лампы менять просто-напросто. Вот так вот. Ну что. Все. Машинка уехала. Все. Всем довольны. Как и договаривались. То есть. Все. Поменяли линзы. Линзы кстати у меня остались старые. Не знаю. Может быть даже восстановлю. А может и нет. У меня вон еще один комплект где-то валяется. Там субаря. С диристайла. Ну вот. Ну. Восстанавливать их. Это блин. Серебрить. Что-то как-то дорого немножко. Вот. Не знаю. Есть ли в этом смысл нету. Да и геморрой как-то. И фиг его знает. Короче. В принципе все. Спасибо что смотрели. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok